Ион — это сложнейший часовой механизм, который уравновешивает влияние гравитации Земли, который влияет на ход дневных часов, именно поэтому швейцарские являются самыми точными в мире. Кварцевые часы в 1924 году, здесь впервые были созданы электронные часы, в 1972 году эта новинка понравилась японцам. В своей стране они стали создавать более дешевые, да и легкие электронные часы, что поставило под угрозу все производство, да, часовое производство здесь в Швейцарии, но на ферме свачи не растерялись и стали создавать очень дешевые за 10 франков, в принципе, по сей день от 80 франков, да, у них цены на часы, но детали, ну, какие они были, все-таки более, на мой взгляд, молодежные, детские, пластмассовый корпус, такие яркие, да. 10 франков стоили эти электронные часы и высоту они составляли 0,9 миллиметра, то есть вообще были очень изящные. На любой кошелек в городе Интерлакен вы сможете приобрести часы от 100 франков и до бесконечности. У нас полтора часа, конечно, те витрины, которые вы увидите, замораживают, да, потому что эти часы являются ювелирными изделиями, в том числе очень сложно выбрать, когда вы меня просите, Маргарита, помогите, вот, или эти, или эти, но, знаете, это, конечно, вообще большая проблема, потому что хочется и эти, и эти, и вот еще какие-нибудь, действительно, все красиво. Я, поэтому, вам рекомендую все-таки на свой кошелек ориентироваться, выделить уже определенную сумму денег, хотя бы приблизительно, да. Кто-то, я знаю, едет подготовленным, конечно, да, кто-то уже в каталоге везет и продавцам показывает почему-то именно эту модель, кто-то там эти модели перефотографирует, показывает там фотографии в айфонах и так далее, вот, поэтому самый идеальный вариант, что я вам предлагаю продавцу, обозначить хотя бы приблизительную сумму, скажем, 500 евро, 1000, там, 20 тысяч и так далее, да, который вы готовы потратить на часы, продавец, он знает прекрасно, что продается в магазине, с подносиком, отбежит прилавки и вам подберет несколько моделей, да, от двух личных часовых производителей, и вы уже сможете тогда выбрать что-то себе по душе, ну и сразу, опять-таки, сказать, там, или классику предпочитаете, да, или, скажем, какую-то более спортивную модель, потому что, знаю, для сыновей покупаете для дочерей, поэтому уже, естественно, как бы, скажите о свете предпочтения, там, я не знаю, вот классические или более спортивные по возрасту, как бы, также могут ориентироваться продавцы, но в любом случае попадете в десятку. В Киркхопере очень хорошие цены, потому что некоторые наши туристы думают, ну ладно, сейчас вот в Лицерн переедем, там все-таки есть 40 минут, может быть, и там что-то купим, там чуть дороже в магазине Санта Каза, там еще более-менее нормальные цены, конечно, все эти магазины часовые, которые у Лицернского озера, там, ну, на 400, на 500 франков дороже модели, даже в Туринском аэропорту в зоне Дутифри, где, естественно, да, продают все то, что здесь, так скажем, да, знаменитая страна, то есть и сыр, и шоколад, и, конечно же, часы, где-то на 100, на 150 франков дороже те модели, которые в Киркхопере. И не то.